Всем привет! Сегодня у нас очередной урок грамматики для начинающих. Продолжаем отрабатывать вопросительные предложения, которые начинаются со слов «кого» или «кому». Только если в предыдущем упражнении мы разобрали подобные вопросительные предложения в простом настоящем времени, то сегодня мы их будем рассматривать в простом прошедшем времени. Те, кто просто хотят себя проверить, пожалуйста, вот перед вами 10 предложений, с которыми мы сегодня будем работать. Пожалуйста, переводите их и проматывайте видео в конец. Там будет последний слайд с полным переводом того, что вы видите на экране. Ну а с теми, кто ничего проматывать не хочет, спасибо вам за это, мы начинаем наше занятие. Итак, первое предложение. Кого он побил в прошлую пятницу? Сегодня, как и в предыдущем уроке, мы будем каждое вопросительное предложение, которое есть на экране, переводить в двух вариантах. То есть, когда местоимение «ху» является и дополнением, и подлежащим. Данное упражнение мы будем переводить и разбирать без лишних подробностей. Кто подзабыл или для кого эта тема вообще является новой, пожалуйста, возвращайтесь в упражнение 77. Там мы все разбирали подробно. Итак, для начала, как я уже сказала, вопрос перевертыш для первого предложения. То есть, не кого он побил в прошлую пятницу, а кто его побил в прошлую пятницу. То есть, когда вот это местоимение «ху» является подлежащим. В таких предложениях, напомню, важно помнить, что они строятся по принципу прямого порядка слов. Как будто это утвердительные предложения, предложения с точкой. То есть, никаких вспомогательных глаголов. Глагол «бить» и «збивать» – это «beat». И в вопросительном предложении «кто побил его в прошлую пятницу» нам будет нужна вторая форма данного глагола. Еще раз напомню, что все сегодняшние вопросительные предложения стоят в простом прошедшем времени. Past simple. И так как предложения, которые начинаются с местоимения «ху», когда оно является подлежащим, строятся по принципу прямого порядка слов, как будто это утвердительное предложение, поэтому, собственно, нам и нужна вторая форма глагола. Потому что, чтобы образовать простое прошедшее время, мы используем вторую форму глагола. Вспомним, что если глагол «правильный», к нему добавляется окончание «иди», если глагол «неправильный», то эта вторая форма «заучивается». Глагол «бить» и «збивать», который нам здесь встречается в первом предложении «beat», как я уже сказала, относится к неправильным глаголам. То есть, он есть в таблице, и три формы «заучиваются». То есть, вторая форма такая же, как и первая. То есть, предложение «кто побил его?» мы начнем переводить так. То есть, никаких вспомогательных глаголов, да, слышите? «Who beat him?» в прошлую пятницу. Напоминаю, что тут никаких предлогов. Просто «last Friday» в прошлую пятницу. Кто побил его в прошлую пятницу? «Who beat him last Friday?» Это мы перевели, так скажем, вопрос перевертыш в данном случае, да? То есть, когда «who» является подлежащим. Теперь тема сегодняшнего урока. Кого он побил в прошлую пятницу? То есть, здесь у нас уже подлежащим является он, да? Кто он, что сделал, побил. А «кого» или «кому», которые на английский переводятся также «who», в данном случае «кого» – это у нас дополнение. Поэтому здесь все как положено. Нам нужен вспомогательный глагол. Давайте вспомним, что вспомогательный глагол в «past simple» один. Для всех, и для него, и для нее, и для меня, и для вас «did». Значит, «кого он побил» мы уже будем переводить «who did he beat last Friday?» «Кого он побил в прошлую пятницу?» Второе предложение. Кого они вчера кормили? Ну, опять-таки, давайте переделаем данное вопросительное предложение, чтобы местоимение «who» было подлежащим. То есть, получится «никого», а «кто вчера их кормил». Глагол «кормить» – это «feed». И, кстати, как и глагол «бить», он является тоже неправильным. Три формы его – «feed», «fed», «fed». И вот в предложении «кто вчера их кормил» нам нужна будет вторая форма данного глагола. Так как напомню, что когда «who» является подлежащим, у нас прямой порядок слов. А прямой порядок слов в простом прошедшем времени – это вторая форма глагола. Получится «кто вчера их кормил?» Ну, а теперь давайте переведем то, что у нас под номером 2 на экране. Кого они вчера кормили? Здесь у нас уже «who» является дополнением, значит, нам нужен опять-таки вспомогательный глагол «did», потому что это past simple, напоминаю. «Who did they feed?» И уже в форме инфинитива, да, без частицы «to», потому что у нас прошедшее время на себя взял уже здесь вспомогательный глагол. То есть мы уже по вспомогательному глаголу видим, что это past simple. То есть после «did» уже не надо говорить «fed». «Who did they feed yesterday?» Кого они вчера кормили? Вопрос под номером 3. Кого она нашла там? Ну, опять-таки, сделаем сначала предложение, когда «who» является подлежащим. То есть переделаем, да. Кто нашел ее там? Глагол «находить» – это «find». Тоже является неправильным. «Find», «found», «found». Здесь, напоминаю, нам нужна вторая форма глагола, потому что прямой порядок слов в past simple. Значит, кто нашел ее там? Переведем как «who found her there». Там или туда – это «there». А теперь переведем предложение, когда «who» является дополнением, да. Кого она нашла там? Потому что здесь у нас уже подлежащая «она». Кто «она», что сделала, нашла. «Who did she find?» Да, снова первая форма, стандартный, обычный глагол, потому что у нас уже здесь есть вспомогательный глагол «did». «Who did she find there?» «Who did she find there?» Кого она нашла там?» Четвертый вопрос. Кого вы прятали в той комнате два дня назад? Но, как обычно, да, мы сначала его переделаем, чтобы перевести, когда «who» является подлежащим. То есть поменяем ролями здесь героев, так скажем, да. Не «кого вы прятали», а сначала сделаем «кто вас прятал в той комнате два дня назад?» Помним, да, что в таких предложениях, когда «who», «кто» является подлежащим, у нас прямой порядок слов, как будто это вообще не вопрос, как будто это утвердительное предложение. Никаких вспомогательных глаголов. Глагол «прятать» или «прятаться» – это «hide». Тоже является неправильным глаголом. Три его формы такие. Hide, hid, hidden. Здесь у нас past simple, поэтому нам нужна вторая форма глагола в прямом порядке слов, да. Значит, «кто вас прятал?» Получится «who hid you?» Кто прятал вас? Теперь где? В той комнате. In that room. Два дня назад. Two days ago. Когда какой-то период, какое-то время назад, да, мы используем словечко такое ago. Two days ago – два дня назад. Соединим. Кто вас прятал в той комнате два дня назад? Who hid you in that room two days ago? А теперь перевод того предложения, когда who уже не является подлежащим, а где подлежащим являетесь вы, да. Кто вы, что делали, прятали. Собственно, то предложение, которое мы видим на экране под номером четыре. Кого вы прятали? Здесь у нас обычный стандартный специальный вопрос. Это скорее исключениями являются те вопросы, когда who является подлежащим, да, и когда у нас идет прямой порядок слов, как будто это не вопрос. А здесь все как обычно. Вспомогательный глагол did, так как это past simple, значит, кого вы прятали? Who did you hide? И дальше все остается, как и было. In that room two days ago. Who did you hide in that room two days ago? Кого вы прятали в той комнате два дня назад? Вопрос под номером пять. Кого он позавчера отвел в школу? Но мы, как и выше в предложениях, да, сначала перевернем, так скажем, это предложение и сделаем местоимение who подлежащим. То есть, не кого он отвел, а кто его отвел. Сначала переведем вот такое предложение. То есть, когда who является подлежащим. Значит, отводить – это так же, как и брать. То есть, to take. Take to school – отвезти в школу. Значит, кто отвел его в школу, получится who took, потому что глагол take является, как и глаголы выше, неправильным. Take, took, taken. Вот такие вот три формы. Нам нужна вторая, да, здесь для past simple. Значит, кто отвел его в школу. Who took him to school? И осталось перевести наречие времени. Позавчера. Вчера – это yesterday, а позавчера, то есть день, который тот до вчера, раньше, чем вчера, это если дословно в английском слово позавчера. The day, то есть тот самый день, поэтому обязательно с артиклем the. The day before yesterday. Это и есть позавчера. The day before yesterday. Что у нас получилось? Кто отвел его в школу позавчера? Who took him to school the day before yesterday? А теперь, собственно, сам вопрос по сегодняшней теме, то, что на экране. Кого он позавчера отвел в школу? То есть используя уже как положено. Вспомогательный глагол did. Who did he take to school the day before yesterday? Шестое предложение. Кому они позволили навестить ее? Снова переделаем, и получится кто позволил им навестить ее? Сначала переведем вот такое предложение. То есть то самое с прямым порядком слов. Глагол позволять или разрешать в английском – это глагол let. Он тоже является неправильным, и, к счастью, у него все три формы одинаковые. Легко запомнить. Let, let, let. Значит, кто разрешил или кто позволил им? Who let them? И далее у нас идет да-инфинитив – навестить ее. Глагол навещать или посещать – это легко, то есть как визит. Visit – так и будет, то есть нанести кому-то визит. Здесь форма инфинитива, да, а форма инфинитива – это всегда с частицей to – что делать, что сделать. Но есть такие глаголы, как и модальные, ну и несколько других глаголов, например, вот заставлять, который нам уже встречался, или позволять, допустим, да, после которых инфинитив используется без частицы to. То есть после глагола let частица to не ставится. То есть не let to visit her, а let visit her – без частицы to. Что у нас получилось? Кто позволил им навестить ее? Who let them visit her? А теперь переведем данное предложение, как оно и написано под номером 6. Кому они позволили навестить ее? То есть здесь у нас уже подлежащее – это они. Кто они, что сделали, позволили. Значит, используем вспомогательный глагол. Who did they let? Это у нас уже получилось, да? Кому они позволили? Who did they let visit her? Снова без частицы to. После let – to не ставится. Номер семь. Кого вы хорошо знали, когда жили на юге? Но мы для начала переведем данное предложение, поменяв подлежащее, да? Кто хорошо знал вас, когда вы жили на юге? То есть чтобы who было подлежащим, как и в предложениях выше. Итак, who knew you well? Кто хорошо вас знал? Потому что глагол знать также является неправильным. Глагол знать – это know, а две остальные его формы – это new, known. Known, you, known. Вот здесь нам нужна вторая форма, когда who является подлежащим, потому что прямой порядок слов. Who knew you well? Кто вас хорошо знал? И напомню, что практически всегда наречие, признак действия стоит после самого действия. То есть хорошо знал не well, knew, а knew well. Сначала действия, потом его признак. В русском языке, да, можно сказать и хорошо знал, и знал хорошо. От этого смысл вообще никак не поменяется. Итак, значит, в переводе фраза кто вас хорошо знал, получилось who knew you well? И у нас еще есть продолжение. Когда вы жили на юге. When you lived. Глагол жить – это live, он является правильным, поэтому в простом прошедшем времени, которое нам здесь нужно, просто добавляем окончание –ed. То есть здесь ничего заучивать не нужно, да, никакие три формы. When you lived. И осталось перевести на юге. На юге переводится in the south. Как правило, все стороны света в английском языке всегда с определенным артиклем the. Вот the south – это юг. А на юге, как и, собственно, на севере или там на западе или на востоке, это всегда с предлогом in. То есть не on the south, а in the south – на юге. Давайте еще раз проговорим предложение, которое мы здесь переделали. То есть кто вас хорошо знал, когда вы жили на юге? Who knew you well when you lived in the south? Теперь переведем это же предложение, когда у нас who уже не является подлежащим, то есть вот то, что написано под номером 7. Кого вы хорошо знали? То есть здесь у нас уже подлежащим являетесь вы. Главное действующее лицо. Нужен будет вспомогательный глагол. Who did you know? То есть если в предложении, когда who является подлежащим, там прямой порядок слов, who knew you well? Кто, что делал, знал этот кто, да? Who knew you? А когда кого вы? Who did you know? Well, опять-таки, да, признак действия после действия. Who did you know well? Ну, а дальше все как и было. When you lived in the south? Ну, а дальше все как и было. Номер 8. Кого она хотела забыть? Ну, мы сначала немножко видоизменим, так скажем, да, наше предложение. Кто хотел ее забыть? То есть сначала у нас who является подлежащим. Глагол хотеть want является правильным, поэтому в past simple просто добавляем окончание ed, то есть кто хотел, who wanted. Who wanted забыть ее? To forget her. Глагол забывать – это forget. Здесь он в форме инфинитива, да, что сделать – забыть. Поэтому who wanted не просто forget her, а to forget her. Кто хотел ее забыть? Who wanted to forget her? Теперь переведем это предложение так, как оно напечатано, то есть кого она хотела забыть. Здесь уже главное действующее лицо – она. Who did she want? Уже без окончания ed, да, потому что у нас есть вспомогательный глагол, то есть все, он уже показывает, что это past simple, не who did she wanted. Часто встречаю вот такую ошибку. Who did she want to forget? Кого она хотела забыть? Предпоследнее предложение. Кого ты встретил во вторник после работы? Снова мы его переиначим, да, то есть кто тебя встретил во вторник после работы? Глагол встречать или встречаться – это meet, является неправильным. Meet, met, met. Значит, мы тут выбираем met, да. Кто встретил? Who met? Кто тебя встретил? Who met you? Теперь когда? On Tuesday. Напоминаю, что с датами и со всеми днями недели мы используем предлог on, когда говорим в какой-то день, в какую-то дату, да, какого-то числа в смысле, или в какой-то день недели. Всегда предлог on. Who met you on Tuesday after work? После работы. Кто тебя встретил во вторник после работы? Who met you on Tuesday after work? Теперь перевод того, что, собственно, у нас тут написано под номером 9. Кого ты встретил во вторник после работы? Who did you meet on Tuesday after work? И последнее предложение на сегодня. Кому их дети помогли найти дорогу? Мы сначала сделаем, когда ху является подлежащим, да. Ну, то есть, как и в предложениях выше. То есть, в смысле, как мы делали в предложениях выше. То, что напечатано, это, конечно, здесь кого или кому. Естественно, это не подлежащее. То есть, я имею в виду, что мы каждое предложение сегодня проговорили в двух вариантах. Так же и, собственно, вот в последнем. Сначала кто, значит, помог их детям. Здесь у нас кому их дети помогли, а мы сначала сделаем кто помог их детям. Когда у нас прямой порядок слов, да. Who helped? Ну, легкий глагол помогать. Help является правильным, поэтому помогли или помог. Helped в past simple, да. Окончание иди просто добавляем. Who helped their children, их детям. И дальше, что сделать? To find, найти. Найти дорогу, то есть найти путь. To find the way. Имеется в виду найти дорогу куда-то, да. То есть, когда кто-то там заблудился или потерялся. To find the way. Найти дорогу, путь. Кстати говоря, здесь после глагола helped можно частицу to для инфинитива, да. Вот это to find. Можно ставить, можно не ставить. Вот именно здесь это нет такого обязательного какого-то правила. То есть, после глагола help, если дальше идет инфинитив, например, помоги мне сделать это. Help me to do it или help me do it. И то и другое будет верно. Потому что здесь нет какого-то строгого правила. Хотите, ставите частицу to у последующего инфинитива. Хотите, не ставите. То есть, здесь это ошибкой не будет. Я обычно всегда ставлю, чтобы не путаться. Знаете, потому что после let, make, вот это точно, там не ставится. Чтобы потом не было туда и сюда, вот это в голове много всего. Здесь обычный стандартный глагол. Помогли что сделать? Найти. Значит, я ставлю. Значит, кто помог их детям найти дорогу? Who helped their children to find the way? Ну и последнее. Нам осталось перевести, собственно, то, что у нас под номером 10 написано. Кому их дети помогли найти дорогу? То есть, теперь вот эти самые их дети являются подлежащим. То есть, используем здесь вспомогательный глагол, как в обычном стандартном специальном вопросе. Who did their children help? Кому их дети помогли? Who did their children help to find the way? Кому их дети помогли найти дорогу? Ну и, конечно же, в конце упражнения перевод с листа всех разобранных сегодня 10 предложений подряд. Начинаем. Who did they let visit her? Who did you know well when you lived in the South? Who did she want to forget? Who did you meet on Tuesday after work? Who did their children help to find the way? Кому их дети помогли найти дорогу? Компанцы вам? Комуvan-то не пруй с сделал, Но те Hoge-то,